Прекрасный праздник сегодня, друзья! Всем доброе утро! С вами Станислав Чибриков, Анастасия Фехилова, и мы отмечаем День Бороды. Так что, мужчины! Я особенно! Да! Просто я подготовился! Праздник! Спасибо! И сегодня у нас в гостях в Оранжевом Утре люди, которые имеют непосредственное отношение к виновнице торжества, к бороде. Это барберы Антон Шмелев и барбер Костя Ким. Также они играющие тренеры, скажем так, школы хулиганс, школа барберов. Где хулиганят с бородой. Барбер и борода. Вот объясните мне, с чем это все связано и вот почему, собственно, вы здесь. И отличие барбер от парикмахера, да? Да, да. Прекрасный вопрос. Мало кто знает, чем отличаются парикмахеры от барберов. Дело в том, что парикмахер это тот мастер, который орудует с удлиненными мужскими стрижками, ножницами в основном. Барбер это тот специалист, который работает с экстремально короткими стрижками. То есть все очень быстро, в основном работа делается машинкой. И непременно работает с щетиной и с бритьем. То есть он работает с формой бороды, с ее контуром. И усы еще. И усы непременно, и даже немного косметология. Он немного может привести кожу в порядок, брови. Это уже речь о груминге таком. И даже волосы в нос. Груминг? Для меня груминг это собачка. Да, но работа с волосами бровей и носа это груминг. То есть если дома говоришь, я пошел на груминг, милые дамы не пугайтесь. Ребят, ребят, вы профессионалы Костя. Посмотрите сейчас, пожалуйста, на моего коллегу. Все плохо. Можно ли? Ну, правда, все плохо у него с бородой. Но стоит ему навести порядок? Ну, порядок, конечно, можно навести. У вас уже глаз наметом, вы смотрите? Ну, да, то есть мы уже смотрим примерно, с чем будем работать, что будем подправлять. Подправим контур немножко, усы выровняем, потому что есть перчащие моменты. Подберем вот этот момент. Ну, мы называем его в простонародье якорь. Еще многие, да, называют муж, по-французски муж. А мышь переводится, не знаю, с чем это связано. Ну, и подберем нижний контур и верхний. И сколько мы сегодня нового узнаем, да? Якорь и мышь мне подправят сегодня. Смотрите, мы подбирать будем чуть позже, да? Сейчас вообще расскажите борода. Откуда такая популярность? Да, кстати, ведь, ну, буквально еще 10 лет назад, да, все гладко-чисто выбритые. Опять же, возьмем, например, там, 70-е годы, это усы и так далее. И вдруг, последние несколько лет, молодежь стала превращаться в лесорубов. Как-то вот это все больше и больше эти бороды. Вот зачем они это делают? Дело в том, что мода, как и в сфере, в индустрии одежды, так и в прическах и бороде, она по синусоиде работает. Было время, когда все сбривали, снова отращивали и так далее. И сейчас самое лучшее время для того, чтобы ухаживать за бородой. Все есть для этого. Есть заведения, барбершопы так называемые, есть все оборудование. И так называемые, в кавычках, ништяки, мы их так называем. Это стайлинги различные, какие-то помады для бород, кондиционеры, масла и так далее. Почему бы и нет? Все есть. За бородой ухаживать получается... Настя, если не можешь пока выйти, у нас свои музыки разговаривают. Нет, я просто хочу парировать вас маленько. Что тут? Борода дает возраст. Зачем вы это делаете? Стас, если мы сейчас тебе ее вообще уберем, ты будешь как 30-летний мальчишка. Да, но мы тогда увидим недостатки моего лица, скажем так. Но есть укольчики, и все будет хорошо. Дешевле за бородой ухаживать. Кстати, за бородой, я так понимаю, ухаживать еще стоит больше денег, чем за головой, да? Да, все так и получается. Помимо того, что к стрижке нужно добавить еще 30% от ее стоимости, когда вы корректируете бороду, еще и прикупить с собой необходимые средства для ухода. Сумма получается, да. Средства для ухода за бородой, это что, например? Кондиционер. Это масло. Шампунь. Шампунь, в том числе кондиционер, который дисциплинирует бороду, то есть она не торчит в разные стороны. Ну, как видишь, нет, она у меня не дисциплинированная. Плюс ко всему этому эти продукты обладают крутой парфюмированной отдушкой традиционно. Чтобы благоухало еще. Да, поэтому барышни все в восторге, да и сам мужчина в течение дня чувствует этот аромат. То есть, как выяснил я только что, хозяйственного мыла недостаточно. Вы вообще, ну, дегтярный вы, кстати, во время пандемии, да, это моё самое любимое мыло. Скажите про, как вообще появилась борода, вы знаете эту историю? Дело в том, что борода это совершенно естественная вещь, девушки, может быть, не знают, да, она растет. Как появилась традиция ухода за бородой, это другой вопрос, глубоко корнями уходит история. Раньше же просто отращивали, отращивали, вот такие вот, да и... Да, проще, наверное, рассказать, когда начали впервые ее брить и ухаживать. Ну, наверное, к египтянам можно сделать отсылку, там все это сбривалось. Если чуть позже, то это Александр Македонский, который сказал всем воинам, бреем, иначе наши персы, не наши, прошу прощения, а персы, хватают за бороду и секут головы. То есть, не очень удобно, да. Вот, ну и так далее. Об этом можно долго, на самом деле, беседовать. Если говорить о Руси, России, то всем известна история, когда Петр Первый сказал... Брить. Бреем бороды на европейский манер, да. Вот. Ну и в 21 веке мы действительно большую часть, наверное, брили лица начисто, потому что мы начали надевать строгие костюмы, и, наверное, щетина, это стало признаком какой-то слишком свободы, что ли, да. А когда у нас в России-то вот стали появляться барберы, потому что, опять же, вспоминая 90-е годы, ну, такого, во-первых, не было. Нет, цирюльня была, и все было прекрасно. Ну, 90-е, я про 90-е прошлого века, цирюльня. То есть, не было как-то отдельно, там, мужских, именно парикмахерских, да, ну, вот барбер, барбершоп. Кто придумал эти барберы? Что это за новомодное вообще? Это, конечно же, этот термин пришел с Запада, со Старого Света, из Европы, да, потом перекинулся на Новый Свет, США, и потом благополучно пришел к нам. У нас, я полагаю, лет шесть, наверное, да, прошло с тех пор, как появились. Довольно молодое, да, то есть явление. Дело все просто. Дело в том, что у нас в расписании специальностей нет такого понятия, как барбер. Есть парикмахер-универсал первого, второго, третьего разряда и парикмахер-модельер, а барбера нет. Ну, так же, как и блогер, извините, тоже никогда не было. Да, поэтому сейчас все это находится в зачаточном таком состоянии, вот все на уровне шаманизма такого, да. Мы черпаем информацию извне, аккумулируем ее здесь и пытаемся ее транслировать для людей уже здесь, в России, обучать этому. Про стрижки экстремальные, это я приблизительно подглядела, там, всякие разные иероглифы. Выбривает, что можно сделать с бородой, что самого необычного? Вот расскажите, вы как мастер, Кость, что самого необычного вы когда-то делали? Вот пришел, например, клиент и говорит, так, Костя, выбрите мне тут это сердечко или... Я здесь портрет любимый. Да, что-нибудь, что было? Ну, на самом деле на практике особо такого не было, потому что мужчины, по большей части, они очень любят свою бороду. Они лучше сбреют всю голову, но бороду они никогда не трогают, потому что это статус для мужчин, это его вид. Серьезно? Да. Да и она дольше растет, чем голова просто. Они готовы отдать любые деньги, да? Верно. Чтобы их борода благоухала, всякие разные. Все верно. Они лучше сделают рисунок какой-нибудь на голове, но бороду мужчины никогда не дают, чтобы там что-то сделали. А что чаще всего вы делаете? Укладки там. А бывает такое, например, перед корпоративом новогоднику вам приходит мужчина и говорит, так, 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 у меня через 15 минут быстренько мне... Быстрые игрушки мне сюда. Нет, нет, ну вот женщины идут по рихмальску делать укладки волос, да? А приходит мужчина на укладку бороды. Перед свиданием, перед праздником. Было такое? Были такие случаи? Ну, к сожалению, нет. Как-то вот укладка бороды, это... Я даже не видел в меню услуг такого как-то ни разу, да? Ну, представляете, вы приходите, вы достаете фен, вы прям... Ну, а то, что касается коррекции, да, конечно, постоянно приходят откорректировать контур. Если праздничные какие-то варианты, у нас есть цветные спреи, они смываются за один раз шампулем. Поэтому на Новый год зеленая борода плюс красные какие-то шарики, это легко... Давай прямой путь. Это вот только для ночи, да, чтобы пошутить с компанией, потом можно это смысл. Да, конечно. Но вообще, в принципе, борода – это предмет тоже креатива. Я делал и тату, и тату, так называемые рисунки на бороде, и окрашивал бороду в яркие, даже кислотные оттенки. Но все это люди, которые принадлежат творческим профессиям, спортсмены. А вы знаете, что сейчас специальные есть услуги – наращивают, пересаживают в таз? Бороды наращивают? А я думала, это пересадки. Речь о пересадке, конечно. Пересадки волос в общем. Ну, когда луковицы пересаживают. Но я надеюсь, что не в городу. Кстати, сейчас с моей бородой мы будем разбираться уже буквально. А ты готов, кстати, довериться ребятам? Абсолютно, абсолютно доверяю, хорошие, позитивные ребята. А сколько вы лет уже в этом деле? Я уже 16 лет в этом деле, и Константин уже 3,5 года в этом деле. Это очень хороший опыт, чтобы вы понимали. Дорогие зрители, вы меня сейчас не узнаете. Прервемся на звездный прогноз, на новости, на прогноз погоды. И встречайте мир нового бородача Чибрикова. Всем тем, кто только что присоединился. Доброе утро, друзья. Пожалуйста, не обращайте внимания. В нашей студии творится что-то необычное. В общем, если двумя словами, мы сегодня отмечаем День Бороды. Поэтому наши гости это Антон Шмелев, барбер, тренер школы Хулиганс. По названию все понятно, там хулиганом воспитывайте. И Костя Ким, собственно, который уже наводит красоту моему совмедущему Станиславу. Мы с вами в первой части проговорили, насколько это важно, борода сейчас, насколько это популярно. Но вы меня все равно не убедите в том, что это прекрасно. Смотрите, вы сейчас должны будете меня убедить в том, что все-таки нужно отращивать бороду. Я считаю, что борода, она прибавляет возраст. Что можете сказать по этому поводу? Убедитесь. Хорошо. Ну, действительно, борода на самом деле показана... Вот если вам сбить бороду, вам будет 18. Так точно. Бэби фейс мы об этом говорим, типа лицо ребенка. Некоторым показана борода, а некоторым просто противопоказана борода. И мы работаем в барбершопах для того, чтобы мужчин, прежде всего, сделать красивее, откорректировать форму лица. Вот если у мужчины очень тонкий и вытянутый подбородок, при помощи объемной бороды, мы можем создать визуальный объем и сделать... Полненьким его? Да, сделать подбородок более мужественным, таким, массивным. Некудощавым. Да, и никто даже не будет предполагать, что скрывается под этой щетиной. Да, конечно, есть... Константин об этом уже говорил, есть подростки, которые пытаются чего-то отрастить, но это нужно, конечно... А, которые, наоборот, хотят повзрослеть побыстрее, да? Да. Также я хочу отметить, что даже университеты некоторые делали исследования о том, как девушки, барышни, реагируют на бородатых мужчин. Мужчин с щетиной. Оказывается, что очень даже здорово, потому что доверия людям с бородой больше. Если, допустим... Что они добрее, например? Добрее в том числе, более надежные. Если это преподаватель, то из уст такого преподавателя информация всегда звучит более достоверно, ему хочется доверять. А если он еще и на лосо побрит, то это вообще фантастика. А вообще кажется, что за бородой всегда ходят какие-то научные ученые, да? Да. Да. Она действительно придает статусу. Солидности, да. Конечно, фактор возраста есть, вы абсолютно правы, но кому что нравится, будем так говорить. Хорошо. Борода, следующий мой факт, борода это не эстетично, за ней нужно постоянно ухаживать. А представляете, кто поел, я не знаю, булочки, крошки, еще что-то. И вот вы в первой части рассказывали, сколько всего приходится приобрести в вашей школе, чтобы всегда была глухала борода. Да. А это затраты. За бородой действительно требуется уход, но это может быть очень даже эстетично. А то, что касается крошек и борща на усах, да, но это, конечно же, вопрос, наверное, к барберу, носителя этой бороды, потому что именно он должен позаботиться о том, чтобы усы не лезли в рот, да, и была соответствующей комфортной, такой носимой длины. А Костя, можно сейчас вот, вы в процессе можете, пожалуйста, а что вы делаете? Вы что-то новомодное делаете с ней, Слава, или же все-таки просто... Нет. Борща нет. Чтобы не было борща. Чтобы не Слава, уже есть готовая форма, но есть моменты, которые уже отросли в виде таких волосков, то есть я их просто подбираю, он с таким работает с контуром. С коррекцией, да? Да, он делает, выполняет коррекцию. Усы, усы, это же тоже все в последнее время помешались на усах и так еще их отращивали. А это что за новшества такие? Сейчас мегапопулярные сериалы и ТВ-шоу о 80-х, да, поэтому усы как отдельный аксессуар даже носятся. Это видно на модных подиумах. То есть их накладывают? Нет, почему? Их отращивают. Их отращивают. И это смотрится тоже прикольно, что-то новое, какое-то веяние. Кстати, у вас школа, там вы учите только мужчин, барберов или девушки? Мы учим и молодых людей, и девушек. Есть такое понятие, как барбер-лейди. То есть они прекрасно чувствуют мужской стиль, они прекрасно справляются с своей работой. Я даже больше скажу, некоторые даже превзошли мастеров мужчин. Это здорово, это очень похвально. То есть здесь нет четкого такого разделения, это мужская профессия или женская. Хотя, когда только зашли барбершопы на наш рынок, почему-то владельцы предпочитали брать только мужчин. Вот, в чем, собственно, какая-то особенность. Барбершопы кругом открывались, и там работают одни мужчины. Разве мужчинам хочется зайти, им уже всегда приятно женское внимание, женская компания, салон какие-то, а тут и мужики. Это подразумевается то, что у них мужские разговоры, наверное, может быть, кружечка пьемного, да? Там действительно обстановка непринужденная, где-то наливают, где-то PlayStation, да, все зависит от уровня заведения. Но эти мужские компании уже давным-давно начали разбавляться девчонками. То есть туда забегают, да? Да, но девчонки тоже соответствуют формату. Они очень крутые, с рукавами тату, с крутыми прическами. Да, на стиле, может быть, хип-хоп, рок, что-то такое, проглядывают. Такие свои кореша. Да, ну а то, что касается, приятно ли мужчине сидеть у мужчины в кресле, мне кажется, эти комплексы давным-давно уже канули в небытие, где-то остались в прошлом, потому что мужчина – это тот, кто сам занимается своим стилем в том числе, абсолютно все знает о бороде и щетине и прекрасно может подарить это ощущение свежести и моды своему клиенту. Интересные истории какие-то были у вас в школе и вообще что-то такое? Да, конечно, ситуации было много. Я не знаю, можно ли на ТВ об этом рассказывать. Ну, может, кто-то пришел и сказал, слушайте, я хочу, не знаю, удивить свою девушку, бабушку, маму, сделать мне что-то необычное. Знаете, есть у нас постоянный посетитель нашей школы, он уже заслуженный модель Российской Федерации, я так его называю. Он обесцвечивал даже брови себе, то есть мы ему осветляли бороду, красили в яркие оттенки, брови тоже красили в яркие оттенки. Он был похож на Дедушку Мороза. Мужчины, мужчины, конечно, следить за тобой, но очень приятно, мне кажется, мужчины должны оставаться мужчиной. А кто лучший барбер в мире? Можно так сказать? Лучший барбер, на котором мы все там... Я не буду называть фамилии, имен, но я скажу, что англосаксонская школа и Англия в частности, это самая крутая страна по барберам. Да, потому что там мастера-выходцы из хей-дрессинга, то есть из парикмахерского искусства, они абсолютно точно знают, как иметь дело с формой, как ее построить точно. Антон, у вас есть из ваших клиентов люди, ну, мужчины, у которых действительно длинные борды, и они приходят к вам, чтобы поддерживать свою длину. Вот кого-то можете перевести в пример? Да, конечно, это ребята-кузнецы или тату-мастеры, у них длинная окладистая борода. Вот кузнецы мне больше интересно, серьезно. Да, прям как у солистов группы ZZ Top, это прям вот до самого пояса, до самого пояса такая борода. Да, приятно работать с таким материалом, есть с чем поработать, я бы так сказал. Очень яркие ребята, все в татуировках, любят украшения металлические. Колоритные? Да, очень колоритные, яркие ребята. А тем временем я обращаюсь к Константину, Константин Кинг, мастер. Вы готовы? Да. Все, все. Та-дам! Та-дам! Ну, помолодел! Помолодел, здорово! Помолодел, ваша оценка, учитель. Все, это опять с плюсом, конечно же, и все гораздо аккуратнее стало. Спасибо, Костя. Спасибо. Прошло ровно 10 минут, а что делают эти парни, когда приходит к ним клиент на целый час? Стас, ты очень похорошел. Спасибо, Елена. Тогда представляй, кто у нас сегодня был? У нас Антон Шмелев и Костя Аким сегодня, друзья, были в гостях. И мы праздновали День бороды. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.